Продолжение следует... 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 То есть мы сейчас с вами определим превращение скорости в дельта Л в тот момент, когда шарик проходит в положение равновесия. Ну, по закону сохранения импульса, точнее даже, я бы сказал, по второму закону ньютонов импульсной форме, мы просто так запишем, F на дельта В, M на дельта В, так? На самом деле это дельта В я сразу расписал, шкуль массы не меняется, меняется, соответственно, скорость. То есть ответ на дельта В будет определяться как F на дельта В делить на массу. То есть вот это дельта В мы можем посчитать, давайте посчитаем, если вы поставите значение, так, 0,1 умножить на 0,01 секунды и разделить на 0,1. Получается дельта В равно 0,01 метра в секунду. Это превращение скорости в тот момент, когда шарик проходит в положение равновесия. Так, это нам понадобится. Теперь давайте немножко проанализируем. Проанализируем так, что, значит, в итоге наш шарик должен отклониться на угол 60 градусов. На угол 60 градусов. Ну, это что значит? Давайте мы немножко перерисуем рисунок, сделаем его более понятным для этой задачи. Вот наш случай, это примерно вот такой. Здесь угол альфа. Вот это длина L. Целых 0,4 метра. Посмотрите, что нам для этого нужно, чтобы найти вот это количество колебаний. Я продолжаю применить в этой задаче элементарный закон сохранения энергии. То есть, когда у нас шарик отклонится на вот этот угол, значит, наша кинетическая энергия, которой обладал шарик в момент прохождения положения равновесия, перейдет полностью в потенциал. Вот это мы будем использовать. Я вот так вот проведу перпендикулярно и скажу, что здесь у нас очевидно угол будет 30 градусов, так? Если альфа 60, то здесь 30 градусов. Соответственно, качество противодержащего угла в 30 градусов будет равен половине гипотенузы. Ну, а раз это у нас Эдагва, то и эта часть у нас, давайте сразу Эдагва напишем, так это у нас 0,2 метра, мне так проще. Ну, раз здесь 0,2 метра, тогда и здесь будет 0,2 метра. То есть, вот это вот изменение потенциальной энергии в итоге перешло в кинетический наоборот. Здесь у нас была кинетическая ЕХ, а здесь стало потенциально. Вот это мы и применим в закон сохранения энергии. Для этого позиция шарика и для этой позиции шарика. То есть, получается, RG на ΔH, смотрите, ΔH, я обозначу вот это вот расстояние, ΔH перешло в N, ну, давайте сразу, V квадрат делить на, так? Массу сокращаете и получаете, что скорость, которой обладал шарик при угре в 60 градусов будет определяться следующим образом, так, постепенно, V квадрат равно 2G на ΔH. Отсюда V равно корень квадрата, корень квадрата, из 2G на ΔH. Ну, давайте посчитаем эту скорость. Значит, корень, так, значит, G, когда легой берется за 10, 2 на 10 и умножаем на 0,2, получается, получается корень из 4, а это есть 2 метра в секунду. То есть, в тот момент, когда шарик проходит в положение равновесия, его скорость равна 2 метра в секунду. Ну, а дальше последнее действие, которое мы давайте здесь распишем. Теперь мы знаем, что у нас итоговая скорость 2 метра в секунду. И знаем, что приращение скорости, которое шарик получает в момент прохождения равновесия, он получает туда приращение скорости и сюда приращение скорости получает. То есть, соответственно, чтобы посчитать это количество, смотрите, как мы раскишли. Вот эта скорость V равняется, мы 2 раза движемся, да, значит, 2 на ΔV и умножаем на полное количество. Соответственно, полное количество колебаний будет определяться очень просто. Так, V делено на 2 ΔV. То есть, по той причине, что у нас по условию задачи говорится, что у нас сила действует по направлению скорости. За период шарик скорость меняет, направление скорости меняется 2 раза, поэтому умножим. Получается 2 делим на 2 и умножаем на 1,001 секунды. Если вы не посчитаете, единица на 1 сотую даст 100 полных колебаний. Таким образом нам нужно 100 колебаний, чтобы достигнуть уголки 60-го армса. Вот это будет последний. Сейчас скажу. Продолжение следует...